Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1007. Событие дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Объявление. Просчитайте, задерживайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Фав пишет. Ни в коем случае не причисляю себя к искусственным словам. Но после приобретения книг ваших, наша семья стала единственной, имеющей такую полноту Евангелия с толкованием. Хотел просто читать в храме Евангелие и параллельно толкование. Проповедь – это очень ответственно, и пока что для меня слишком. Не посмею проповедовать и учить в храме, но хотел читать имеющееся учение святых отцов. Имею ли я право на это? Или это тоже учение считается от меня исходящим? Простите, что переспрашиваю. Да и что необходимо, чтобы рукоположить святеца? Быть может, есть смысл, дабы никого не искушать? Отвечаю. Можно с благословения священника читать, не добавляя ни слова к читаемому и разрешенному по канонам. И рукоположиться бы можно, если есть для чего. Бог вам добудет в помощь. Ну и сразу эпиграф. К одному стихотворению так получилось, что на эту тему речь зашла. Я беру свои стихи. Евреям 3.15 «Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Серахов, 42. Может, 41, тут у них по-разному. 6. «Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли или тысячу лет проживешь? В Аде нет исследования времени жизни? Ну, думаю, когда уж я рожусь, закончу грудь сосать и отнесу где садик. Я там уверую, что друг мой Иисус, тогда меня не схватят, не посадят. Ну, думаю, до школы бы дожить, за ум возьмусь и буду крепко верить. Но кто-то снова шепчет «Подожди, иначе ждут немалые потери». Ну, думаю, окончить бы учебу, я непременно разорюсь на свечку. Но вывернула, как по нотам четко «чуть подожди» и возражать мне нечем. Ну, думаю, окончу институт, обзаведусь дипломом и работой. В который раз я слышал в сердце стук, наверное, не менее, чем в сотый. Ну, думаю, сначала я женюсь, найду красавицу на шумной дискотеке. И бабушка порадуется, пусть с внучатами покрестимся мы вместе. Но начались заботы и пеленки, и не до церкви нам весьма уставшим. Потом охватились жизнь-то на отлете, а мы день-ночь не разгибаясь пашем. Нам главное детей определить, женить, повыдать замуж честь по чести. Ну, думаю, с внучатами я влип, с их криками и глупостями вместе. То скорая, то снова валидол. Неужто жизнь закончилась в чистую? Так для чего я в эту жизнь пришел? Душа без Бога стонет и тоскует. Сегодня, ныне, Божий глаз зовет себя от верности и принятия Иисуса. Даю открытым текстам, не намек, что путь с Христом всегда был очень узким. Ну и на послесловие тоже оставляю эпиграф, как бы. Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дать человек за душу свою? Мне один сразу написал, говорит, олигархам послать бы это. Все захватили, а помирать не думают. Ну вот что. Весь день прошедший был на пастбище. Подрядился пасти Игнатов Сергей Егорович с Донбасса, Угледар, город, юрист. И вот я решил все заснять до обеда, а потом после обеда. Я оказался, с утра сказал Елене Атольевне Барабаш, она этим руководит, что может он пасти, кроме субботы-воскресенья, все дни. Это почти две недели. Ну, неделю, по крайней мере. Но когда стали пасти, я в первый раз узнал, увидел, что у него очень слабое зрение. Там телята Аташи немного, метров на 150. Он пошел, первых загоняет. Я говорю, Даша, ты дальше, ты что не видишь? Он увидел, еще одну выгнал, и все, дальше идет. Я говорю, обернись там, поищи в траве, еще три коровы. Он пошел туда и видит, действительно, рядом-то. С третьей попытки только завернул, ну, куда годится. Это никак. Тогда я уже после обеда ему не доверил, пошел. А он у меня как подпас, так я ему и говорю. Вот в день платится 500 рублей за пастьбу. Но раз мы двое, я главный, мне 300, тебе 200. Он, конечно, согласен. Я говорю, а теперь я эти 300 как получу, и вам отдам на дорогу. Смеюсь над ним. А я как получу это, все положу в кассу, потеряю в кинонужную церковь. Эй, нет, я говорю, не клади. Мы богаты, у нас все есть, нам не нужно тебе ехать обратно. Мы очень хорошо провели день. После обеда пошли, я говорю, шарик, это возьмешь? Ну, возьму, сказал-то. А потом, когда погнали на клеверное поле, где там бывшее, экспорсетовое, а трава высокая, за коровы не идут. Он бегает туда-сюда, ему 58 лет. Шарик в траве, ему прыгать, он никак, он тянет, где его, как зацепты. Сделал, как бы, такой захлест на руку. Петлевая. Ну, ладно, шарик прям падает. Взял на руки и шариком бегает, заворачивает на руках. Догнали там, побыли, развернулись назад. Вовремя, минута в минуту пригнали, двое. Я шариком раньше ускользнул и привязал его, и дальше вернулся. Встретил его и сразу к Елене Анатольевне. И так, и так, вот так мы больше не будем пасти. Я не буду, а он не может. Я и не нанимался, а то я просто с ним пошел. Так что будут ролики, все, это увидите. Ну, пришли, Володя, нет, он уехал. Двухнедельный отпуск. А мы тут, теперь он щебарничает, и это не так, и это не так. Картошку вымачивает, там какой-то калий выходит. Я такой ист не буду даже. Ну, как это, картошка, калий? Экологически чистое место, что придумывать-то? Не надо делать. А потом суп сварили, что-то добавили на одно другое. А что это тут такое? Что здесь? А вообще топшонка. Ну, не хочу есть, и не стал даже есть. Я лучше, а вот кипяток. Да нет, чай кончился. Как кончился? Опять, ну, вода где-то там была, кипяченая вроде. Я почепнул кружку, лепешки размачиваю. Мне размачивать надо. Ну, и все, была кукуруза. Он не ел ее, она такая молочная. Сварили. Тоже как-то неправильно. Все съел, а вот даже не стал. Вот так наш день-то и прошел. Все по-хорошему, мирно. Я говорю, давай-ка я интервью запишу. Как ты отпас? И тоже записали, ролик будет. А сегодня вот тоже никак не могу включиться. Подключается. Может, кто знает, от чего это такое. В Google никак не входит. Нет соединения. А мой мир открыт, а форум не открывается. Все утро пробился, столько времени потерял. Ну, все-таки вот включился. Вот какие наши события. На поле нас смотрелись на разных птиц, которые еще здесь. Ласточки улетели. Ястреба еще летают, тут ищут. Ну, вот так. Можно сказать, на этом все. Ну, глянуть можно наши ресурсы, чтобы люди знали. По крайней мере, это четыре ресурса. Это вот наш видеоканал. Вот он. Православный видеоканал. Вот он помаленьку идет. Бордушки пора забирать. 26 человек. А тут по одному, по два. Лепешки авторитет. В авторитете. Три тысячи, Володя, посещаемость. Я ужин. Едят нищие насытятся. Молитва считается. Девять тысяч. Невероятно. И шестьсот шестьдесят шесть. Ой-ой-ой. Кто-то бы привязался. Ну, еще что у нас здесь. Вот. Наш форум очень большой. Форум очень большой. Тысячи шестьсот тем. Ну, и вот наша Майору. Я очень люблю мой мир. Тут писать, переписывать все. Можно. А что-то я не нашел тут это. В статье Библии. У него там православный библейский сайт. В статье Библии. Пока ничего нет. На этом все.